Потом мы имеем на этой неделе похищение Колесниковой. Красивая, уже практически средневековая история. Вот не хватает только железной маски. Это история о подлости, о страхе, о вранье Лукашенко и о героизме тетки заплаканной, испуганной, которая совершенно не готовилась ни к какой политической карьере, которая не понимала тяжести роли, которую она на себя берет, но которая оказалась благороднее, храбрее и умнее, чем все остальные президенты мира. Вот если бы Лукашенко... И даже, я прошу прощения, даже более храброй, чем два ее сторонника, с которыми они ехали в автомобиле. Они рассказывали эту сцену на пресс-конференции уже из Украины. Это какая-то действительно... Это абсолютно средневековная история. Да, средневековая история. Вот неумный Лукашенко, если бы он какие-нибудь книжки хотя бы читал, кроме справочника агрономов в своей жизни, он бы знал, до какой степени любую веру, любую движуху политическую укрепляют мученики. А он этих мучеников штампует и штампует, штампует и штампует, как будто бы он поставил своей целью довести народ вот до того самого вскипания. И он думает, что здесь к нему придет на помощь его друг из Москвы Вова, который пришлет к нему ОМОНы. Он не понимает, что московские и российские ОМОНы, они еще не замараны, им есть что терять. И соучаствовать в том, что позже будет названо военными преступлениями, у них нет никакого резона. Но вообще-то, знаешь... Вы уверены в этом? Я думаю, что да. Я думаю, что да, потому что... Что это имеет значение. Для них имеет значение, они, скажем так, не рабы лампы, не рабы очень, скажем так, странного, примитивного феодально-колхозного строя. Это люди мира, которые тоже делают свои выводы и которые тоже не хотят идти под трибуналы, которые неизбежны будут. Они все тоже умеют считать. Но они тут немножко ноги ломают людям или там, я не знаю, бьют по печени, проходящих мимо. Неужели для них это прям какой-то такой вот переход в какое-то новое состояние? Новое, совершенно новое, потому что там в Беларуси нужно не просто ноги ломать и не просто бить по печени. Там человек приобретает новую профессию, ему в трудовую книжку записывают слово «садюга», да? Навсегда. Совершенно верно. Но у Лукашенко набор легальных способов бороться за власть давно исчерпан. И он будет эти преступления громоздить одно на другое. Его вот это заползание под Путина сделает драму только, только, скажем так, еще тяжелее, еще кровавее. А вы заметили, как он проговаривается? Вот то несколько авторитарный режим, то что-то я засиделся действительно на этом посту. Он к чему готовится, как вам кажется? Он готовится ко всему. Он очень опытный, но он при этом колхозник и психопат. И он действительно, если бы его не надували... Вот ты не надувала в детстве лягушек через соломинку? Нет. Не надувала, да. И кошек тоже не надувала. Кошку надуть невозможно. И этих мальчиков, которые так делали. Совершенно верно. Это безобразие. Но в детстве все мальчишки делали это. Все надували лягух. И вот Лукашенко, это та самая надутая лягуха. А за этой лягухой мы видим знакомое лицо Владимира Владимировича с соломинкой. Если бы Владимир Владимирович не надувал бы эту лягуху сейчас, то, уверяю тебя, от нее давно бы уже осталась только где-нибудь слежавшаяся, ссохшаяся шкурка. Но когда вот это все будет происходить в России, оно, несомненно, дойдет до России. То, я не знаю, сможет ли Россия повторять такие блестящие, такие очаровательные вещи, которые, например, показывает Белоруссия, как это было с кафе О-5, где... Это с начала до конца тоже прекрасная история. Где лукашенковские орки разогромили, побили двери, а на следующий день побили стекла, а на следующий день там стояла в два километра очередь людей, которые просто пришли попить кофе. Для того, чтобы финансово помочь, не подсовывать купюру стыдливо, а вот чтобы помочь, чтобы дать возможность заработать. Но, правда, двери и так вставили какие-то благородные люди, что показывает тоже очень важную вещь, что не боятся они помогать друг другу. В России, вероятно, это будет по-другому, равно как, я не знаю, способны ли... Но Россия, кстати, тоже не любит бить в витрины, тоже любит выходить на митинги с шариками, уточками, там, и цветами. Да, я помню... Вообще, этот мотив нам знаком. Я помню, как в 17-м бежали с шариками, уточками, к Смоль... Ну... К зимнему, да, если не ошибаюсь. Я даже не помню, что там было больше. Мы же говорим о новейшей истории. Шариков или уточек, Ольга. Свинцовых шариков, да, совершенно верно. Ну, вот к вопросу о шариках... Да, кстати говоря, что любопытно. Лукашенко называют в Беларуси тараканом. А знаешь, что означает таракан? Нет. Это чувашеское слово, и оно означает убегающий. Ох, как это здорово.